Все уже слышали о том, что известнейший сервис по знакомствам, это Тиндер, прекращает свое сотрудничество с россиянами, как говорят, по крайней мере, я не проверяла. Да, устроили по этому случаю даже события. События, нет, я даже не про события, а что ты можешь продолжать им пользоваться, если было раньше зарегистрировано. Новые туда уже люди не попадают, так или иначе аудитория сокращается. Где ознакомиться в интернете в эпоху закрытого Тиндера? Об этом будем говорить с руководителем брачного агентства Надежда Кауфман с нами на прямой связи. Доброе утро. Доброе утро. Давайте как раз и начнем с того, работает там что-то или нет. Сам Тиндер-то еще жив или уже все? Работает, очень даже успешно. Если не успел зарегистрироваться заранее, сейчас у тебя доступа нет, где еще в интернете можно познакомиться? Ну, есть еще и другие известные площадки, то есть в поисковике вы забиваете, и там всевозможное количество. Более того, сейчас сортировка идет, сайты сортируются на знакомства для серьезных отношений, либо на сексуальные знакомства. Там прям обозначается сейчас. А в чем отличие между сайтами? В техническом наполнении, в инструментариях каких-то или в публике? В людях. Есть такое? Да, все верно. Это контингент, потому что от своих клиентов я часто слышала, что на разных сайтах определенные люди присутствуют. Поэтому, как всем известный Тиндер, он более статусный. Там клиенты более, ну скажем, выше уровня. А вы в своей работе используете эти площадки? Или у вас есть свои закрытые сети? У нас есть свой личный сайт и свои закрытые сети. Мы не используем эти площадки, потому что там формат знакомств иной. Видите, чем минус сайта знакомств? Так как там не проверяются данные, возраст, фотографии. То есть там полностью информация может быть искажена. А у нас эта информация лично проверяется. У нас сабу, например, на искажение возраста. И даже как бы там... Девушки же любят преуменьшить. И многие просят, но мы не идем на эти сутки. Ну как, 10 или 11 какая-то там страничка паспорта вами проверяется, да, прежде чем взять в работу следующего человека. Есть ли у вас какие-то истории оригинальных заходов в интернет? Может быть, через сайты объявлений? Заходишь, смотришь, какие шикарные машины продаются и общаешься с человеком. Что-то такое бывает? Да как-то меня от не сталкивались. Я сейчас кому-то иди. Да, 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 да. Сверхнеобычного что-то не было. Хотя в свое время, я не припомню, когда точно, тогда сотрудничали с одним маркетологом. Он предлагал писать предложение о вхождении в агентство на авито, кто занимается продажами авто, то есть вот на этих страничках. Потому что там мужская как бы в основном аудитория. Вот такое мы немного проходили. Какие советы дадите тем, кто впервые вообще хочет начать практиковать знакомство в интернете? Какие стопы? Что должно насторожить? На что обратить внимание? В первую очередь нужно самим при заполнении анкеты указывать формат отношений, который вы хотите. То есть это нужно прям указывать, чтобы избежать каких-то разочарований, непристойных предложений и так далее. Нужно сразу же смотреть, как мужчина... Вот если, допустим, брать со стороны женщины. Приветствует ли мужчина женщину? Как он начинает переписку? Как он обращается к женщине? То есть если просто какой-то смайлик, либо там как дела или еще что-то. Ну, взрослые люди не начинают таким образом осознанное общение. Далее не углубляйтесь в переписки. То есть достаточно спросить у друг друга имя. Допустим, многие спрашивают, ты с каким настроем здесь находишься. Обозначить, какой формат отношений вы ищите. Обменяться контактами и уже через WhatsApp назначить встречу. И уже встречаться, пить кофе. Если мужчины начинают, что нет, давай попереписываемся, там что-то, ты фоточки отправь. Ну, это однозначно объют, и смысла не тратить время. Иногда и мужчины, и женщины не спешат видеться. Назначайте видеосвязь. Таким образом вы можете удостовериться в соответствии с фотографией. Что он не с выпускного ее выставил 10 лет назад, а свежая. То есть и по видеосвязи, если вы настолько там излишне пережили вы к своему времени, будет понятно, интересно он будет вживую уже встретиться или нет. А обычные социальные сети можно использовать как инструмент для знакомств? Да, конечно. Ну, здесь также нужно обращать внимание, кстати, здесь даже еще лучше, чем сайты, потому что социальные сети мы же ведем гадание. И, то есть, нужно обращать внимание на страницы уже, листая ленту, что в профиле у человека, какие фотографии, какие он высказания выставляет, чем он вообще живет. То есть по этим вещам тоже очень много можно о человеке предположить. Фотографии, на которых его отметили, а то там вдруг семейная фотофессия новогодняя под елкой. Да-да-да, конечно, конечно, и такое тоже может быть. То есть там уже часто же с детьми не выставляют, а там уже, ну, правильно говорить, что... Как правильно решиться на встречу? Это же тоже такой момент эмоциональный, стеснительный, из-за виртуального общения перейти в реальное. Ну, здесь уже насколько каждый сильно хочет или нет встретить свою вторую половинку. Конечно, не нужно назначать встречи в позднее время, безлюдное. То есть стараться где-то нейтральная территория, чтобы была кофейня, чтобы безопасно было. Спасибо большое вам за... Потому что много отрицательных историй, как бы, уголовных, скажем, криминальных. Спасибо вам за рекомендации. Руководитель брачного агентства была на прямой связи со студией. Как знакомиться в сети, где это делать и с кем знакомиться точно не надо. Максимально подробная инструкция теперь у вас есть. Продолжение следует... Продолжение следует...